Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзогет поступил вопрос, как помогает Бог справиться с тяжелыми жизненными ситуациями. Тут не то, что себе надо планировать жизненную ситуацию, я сейчас в проблемы какие-то залезу, а тут мне батюшка расскажет, как помогать, я воспользуюсь и сразу всех разрешу. Действительно, бывает испытание, бывает искушение, бывает злоба и грех окружающего мира, или наши собственные грехи подводят нас к тому, что жизнь наша тяжела. И здесь, конечно, нам очень полезно оглянуться на опыт Ветхого Завета, потому что в Ветхом Завете человек от Бога все-таки был отделен. Жертву приносил, да, Бог откликался, Господь глагол через пороки, но еще сам не пришел. Люди Бога до конца не знали. Все даже праведники, самая безнадежность этой ситуации была, умирали и все равно все в ад попадали. Да, на луну Авраума, может, там не мучились, но все равно от Бога были отделены. И вот та надежда, которая дается, главное, пророкам, да, пророки решали в Ветхом Завете очень много локальных ситуаций. Их спрашивали, вот, ну да, там, изведение из египетского плена, противостояние филистимлянам или другим захватчикам, там, осады, осирии, разрушение северно-израильского царства, там, вавилонский плен, осквернение храма, антиопухам, эпифанов. Да, и пророки везде-везде пророчествовали и как-то наставляли, утешали людей локально. Но самое главное было, что у всех пророков объединяет, и мы поэтому в «Симуливере» об этом поем, Дух Святого, глаголушек пророки, то, что пророки говорили, вот Господь придет и даст нам то утешение. Сейчас давайте сначала прочтем один из стихов таких, а потом уже дальше продолжим. Это книга «Второзаконие». Книга как раз, которая тяжелая для чтения, ветхозаветная книга, где вот заповеди, ветхозаветные законы, которые сейчас в чем-то не актуальны, но какие среди них, удивительные слова попадаются. Вот давайте откроем 31 главу и прочтем 8 стих. «Господь сам пойдет пред тобою, сам будет с тобою, не отступит от тебя и не оставит тебя, не бойся и не ужасайся». Кому это говорит? Кто? Это пророк Моисей говорит Иисусу Новину. Как мы помним, Иисус Новин – это прообраз Христа, недаром он носит имя Иисус, не случайно. Моисей по своим грехам, тоже хоть величайший пророк о грехи, Господу на преображении соприсутствовал, рядом с ним стоял, одеснуя его. Но все равно его грехи не дают ему войти в землю обетованную после вот этого 40-летнего странствия по пустыне. И он призывает Иисуса Новина, нового предводителя, судью израильского, который, собственно, и ведет израильский народ, завоюет израильскому народу, богоизбранному, вот эту землю обетованную, куда потом, спустя века, придет Христос, и откуда он поведет уже не в земной Иерусалим, а в Иерусалим небесный, в царстве небесное, не в землю обетованное, а в небо обетованное, каждому любящему его. Так вот, он ему как раз и говорит, не бойся, не бойся, потому что Иисус Новин, конечно, боится, потому что как была победа одержана, ну, Моисей воздевает руки, и пока он молится с воздетыми руками, израильтяне побеждают, опускаются руки, проигрывают. И, конечно, все думают, а как же мы без Моисея продержимся? Мы бы не прошли через пустыню, кто бы источник воды нам? Мы бы не прошли через море, кто же море разделил, что мы прошли, а колесницы Фароновы погнались за нами, и их всех море потопило. Как мы справимся? Наступают, правда, какие-то тяжелые времена. И да, какие-то дорожные трудности уже позади, а впереди, наоборот, самое сложное. Как же мы будем? Но Моисей говорит, и, конечно, это вроде локальное пожелание, вот сейчас тебе будет легче. Но это, прежде всего, пророчество о Христе, что Христос, что он скажет, пойдет пред тобою, Господь пошел уже перед нами. То, что для Иисуса новина еще впереди, для нас это уже свершилось. Крестик на каждом из нас, это как раз напоминание. Господь перед нами прошел, на Голгофа зашел, крест принял, он все эти страдания уже перенес. Большую часть страданий, большую часть испытаний. Потому что проблема наша была в Ветхозавете, что мы страдали, мучились и попадали в ад все равно. А в Новом Завете, даже если мы идем через какие-то испытания, мы знаем, что все равно нас ждет победа, что Христос смерть сокрушит, что уже Господь эту смерть сокрушил, и что Он действительно с нами, и с нами будет всегда. Начинается тяжесть, и единственная возможность остаться без помощи Божьей, это ее отвергнуть. Когда Лукавой приходит, сердце клевещет, Бог тебе послал такую тяжесть. Ты отвергаешь, и действительно помощи не чувствуешь, потому что Господь ее не навязывает. Но если ты читаешь Священное Писание, открываешь, укрепляешься вот этими словами обетование, то, конечно, ты не сможешь забыть о Господе, будешь Ему обязательно молиться. И с Богом это испытание перейдешь, а потом Господь, который нас любит, который нашу веру испытывает, но потом воздает с Царицей, не только в Царстве Небесном, а если увидит, что помощь нужна здесь, уже нам на земле, то и тоже сделает перерыв между испытаниями. Или, в принципе, нас на земле уже вознаградит какими-то земными вещами вторичными, здоровьем, благополучием, счастьем в браке. Да, все это нам тоже, Господь, Ему несложно это нам дать, лишь бы это не помешало нашей конечной цели, пути в Царстве Небесном. Субтитры создавал DimaTorzok